Большинству людей сложно представить себе профессионального спортсмена, не употребляющего животную пищу. Тем более спортсмена мирового уровня или чемпиона мира. Я профессионально занимаюсь триатлоном, участник марафонов Ironman, чемпион мира по ультрамену. Триатлоном профессионально занимаюсь 10 лет, завершила 66 гонок Ironman. Я люблю тренировки и соревнования. Я участвую в соревнованиях на сверхвыносливость. Большинство знают Ironman. Это гонка троеборья на длинные дистанции. В течение одного дня нужно проплыть почти 4 километра, проехать на велосипеде более 180 километров и пробежать более 42 километров. Дистанции марафона ультрамен в два раза длиннее. В 2009 я занял в этой гонке первое место среди американцев и шестое в мировом зачете. В прошлом году я перешла на веганство и превзошла сама себя. Я пробежала два Ironman, оба в пятерке лидеров. Лучший мой результат. Я выиграла мировой чемпионат по триатлону ультрамен. Все чаще мы видим спортсменов, специалистов по смешным боевым искусствам, чьи результаты улучшаются. Восстановление между соревнованиями ускоряется. Хоккеисты, футболисты, баскетболисты, олимпийские чемпионы. Все больше профессиональных атлетов обнаруживают преимущество этого образа жизни для их спортивной карьеры. Я так питаюсь уже более 8 лет. Никаких проблем с набором мышечной массы. Я постоянно становлюсь сильнее, быстрее и здоровее. Меня это устраивает. Теперь я уверена в результате. Отказавшись от животной пищи, я стала сильнее, чем когда-либо. Себе самой я все уже доказала. Надеюсь, что помогла и другим осмыслить подобные перспективы. У меня нейрофиброматоз. Я представитель нескольких организаций, которые помогают больным детям. Я пережил злокачественную, недифференцированную саркому. Это редкий вид рака, один из самых агрессивных, быстро прогрессирующих и активно метастазирующих. Мне удалили более 325 опухолей. Я пережил 3,5 года под знаменем боли и ограничения, борясь за свою жизнь. Мне предстоял нелегкий выбор. Сдаться перед лицом болезни или сражаться. Но я не умею сдаваться. Не знаю, что меня ждет впереди, но я не собираюсь сидеть и ждать смерти. Я не собираюсь опускать руки или там вешать нос. Я привык идти до конца. Но без растительной диеты сегодня меня бы уже не было. Она сдерживает рак. Дает мне время и силы, о которых я и не мечтал. Бредовая убежденность, что животный белок – это ключ к здоровью, чуть не убила меня. Растительное питание – это не панацея. Не универсальное спасение от любых бед. Но если у вас проблемы со здоровьем, то шанс на исцеление гораздо, гораздо выше, если вы приверженец растительной диеты. Это доказанный факт. И доказательство ему – моя жизнь.